На телеканал Экзегет поступил следующий вопрос. Почему дети из благополучных семей бывают жестоки и неблагодарны? Наверное, прежде чем ответить на этот вопрос, он, наверное, такой достаточно широкий, необходимо провести некоторую конкретизацию самого понятия, что такое благополучные семьи. Для каждой семьи, наверное, понятие благополучное своеобразно. Кто-то считает благополучным те семьи, у которых денег ни в одном банке, яхты, самолеты и все прочее за счастье принимают. Другие считают, что благополучие — это когда есть кусок хлеба на столе и в доме мир и любовь. В христианском понимании второй вариант является, наверное, более объясняющим понятие благополучия. Потому что благо — это то состояние, которое приближает нас к Богу. Помните момент евангельский, когда обратился к Христу юноша и говорит, учитель благой. Он говорит, никто не благ, отвечает ему Иисус, только один Бог. Поэтому благополучие — это, наверное, если мы раскроем само это слово, то увидим, что получение блага как Бога. И вот если Бог будет в нашей семье, тогда она будет благополучной, она получит Бога. А если в ней будет другой Бог, мамона, в виде злата, серебра и всякой недвижимости и тому подобное, то это не говорит о том, что она благополучна, ну в христианском, еще раз подчеркиваю, понимание этого слова. И почему дети вырастают жестокими? Жестокость, она приходит в нашу жизнь в первую очередь того, что люди не видят альтернативы этой жестокости. То есть они видят зло, и они это зло воспринимают. Оно зло не только в том виде, может существовать, что сделать человеку больно, как бы украсть что-то там, как мы понимаем, в таком широком плане. А зло — это просто отсутствие добра. Ведь добро, сам Бог, есть жизнь, и добро, и любовь. И вот отсутствие Бога — это и есть то состояние зла. То есть зло само по себе, оно не самодостаточно. Оно не имеет в себе самого бытия. И отсюда, как раз, как вот холод, отсутствие тепла, вот это зло в нашей жизни и в душах, и в сердцах детей, оно приходит как раз вследствие того, что Бога, любви нет в семьях. Часто мы слышим, наверное, такие с болью высказываемые слова родителей, что мы дали ребенку все, все, что у нас было, мы там ночами не спали, мы все средства, деньги, компьютеры, игрушки, все, что ты хотел, мы тебе все дали, а ты вот в результате там даже не хочешь позаботиться о нас там и, ну, что называется, там, стакан воды и не протянешь. Но это является следствием того, что они не знают, не получили вот этого блага, Бога не получили через любовь. Иногда это приходит потому, что нарушается, скажем так, сама конструкция семейного устройства. Иногда главенство в семье начинает брать мама, что неверно само по себе, потому что есть определенная архитектура взаимоотношений. Есть дети, есть мама, есть папа. И система послушания в семье выстраивается по принципу послушания старшему и копированию этого образа, этих поведенческих моделей на более младших. Вот ребенок как узнает, что нужно вообще слушать, что есть такое понятие, как послушание, когда он видит, что мама слушает папу. А почему? Потому что папа старше, папа глава семьи. А почему папу нужно слушать? Потому что папа слушает Бога. Он глава вот этой маленькой церкви, которой является семья. И он отвечает перед Богом за всю свою семью. И вот эта модель, она теоцентрична. Ну, если говорить применительно к церкви христианской, то она христоцентрична. То есть когда главой по существу является сам Бог, тогда вот эта вертикаль, она выстраивается, и каждое звено занимает свое место. И ведь в этом самое главное что? Что центром и источником является сам Бог. И отсюда благо от Бога исходящее, оно доходит и до низшего уровня, то есть до детей. Передаваясь от старших к младшим через заботу, через любовь, через поддельчивость. Вот таким образом, вот христианская модель, она не может привести семью в то состояние, когда дети вырастут озлобленными. Еще раз говорю, это вот так должно быть. Я понимаю, что и в христианских семьях есть нарушения и есть искажения. Но следует отметить, что одно дело, как это должно быть, другое дело, стремятся к этому христианские семьи или не стремятся. И третье, являются ли они действительно христианами, эти семьи, которые себя таковыми называют или таковыми считают. Живут ли они по-христиански, строят ли они семейную жизнь так или нет. Или, допустим, наоборот, у нас мама пытается перевоспитать папу. Вот она уверовала, пошла в храм, все. Дальше воскресного дня нет, на диване покоя полежать в выходной день у отца нет, он должен идти вместе с ней в храм, и дети, как цыплята за курочкой, соответственно, так же идти в храм, и все стоять, и в платочках, все должны выполнять. Но ведь эта форма, она выражает что? Состояние мамы, которое не христианское, она же не по любви. То есть она так считает, что так должно быть. Ну где-то оно так должно быть, но Господь так ведь не делал. Он так нас не учил, Христос так не поступал. Он, наоборот, говорил, пожалуйста, придите ко мне, а не то, что там давайте все все побросали и вперед, как я считаю. Это неправильная модель. Есть глава, и мама должна подчеркивать всякий раз, что папа главный в семье. Это не просто, я говорю, потому что там домострой, меня могут в этом упрекнуть. Вот есть определенный вертикаль. Без этого не бывает. Единая глава. Когда семья превращается в некоторую гидру, то вот тогда все нарушается. Поэтому благополучие, оно возможно тогда, когда благо Бога мы получаем от самого Бога. Вот тогда оно доходит по всем этим ступенькам. Вот почему дети бывают злые, озлобленные, жестокие, неблагодарные? Ну потому что они этому не научились. Они не впитали эту любовь. Это, скажем, внутрисемейная составляющая. Но есть, конечно же, и внешняя, такая объективная, социальная сфера, в которой мы все с вами присутствуем в той или иной степени. И дети наши в том числе. И, соответственно, она также имеет силу влияния на умы и сердца этих детей. То есть то, что мы видим в средствах массовой информации, образ поведения, вот тех моделей, которые не христианские, они должны быть объясняемы родителями этих семей. Что вот так, как ты видишь, делать нельзя. Господь так не учит. С детьми нужно общаться. Им нужно говорить, что вот это имеет место быть. Да, ты это видишь, это реальность, это наша жизнь. Мы в ней живем, мы в этой среде живем. Но это не то, чему учил Христос. Это не должно быть. Потому что это приведет к вот этим последствиям. Ты будешь жестоким. Ты будешь развивать все те страсти, которые есть в человеке, не бороться с ними, а наоборот их приумножать. Страсти и гнев, и любостяжание, богатство, ко всему прочему. Ты будешь считать, что ты должен быть круче, выше, чем все остальные. Ты будешь пренебрегать всеми остальными. Ты будешь жадным. И это к чему приведет? Потому что ты будешь просто несчастным в этой жизни. Ты, ребенок, и мы, как твои родители. Потому что твое несчастье, а не любовь, она передаваться будет и нам, и всем окружающим. В результате ты превратишься просто в черную дыру, которую будет поглощать, съедать сама себя и всех нас. И вот тогда мы будем действительно все в страшном состоянии. Поэтому, дорогой мой сыночек или доченька, видишь это, ну не делай так. Ты слушай, понимай, но по делам их не поступай. Вот и все. Такой должен быть разговор. И тогда дети, ну они не будут такими жестокими и неблагодарными. Они будут понимать и ценить свою жизнь, жизнь своих родителей, и будут все-таки стараться реализовывать свое христианское наследие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова